здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать сегодня я покажу вам как готовить киш лорейн очень вкусное песочное тесто очень нежная начинка приступаем в этом песочном тесте мы используем кукурузную муку как его приготовить посмотрите пожалуйста в этом видео ссылочка здесь это тесто было заморожено я его разморозил в холодильнике несколько часов и потом раскатал в принципе в процессе раскатки она у вас будет все мягче и мягче раскатываем тоненько и используем сегодня немножко другой метод и другую форму чем мы использовали в другом видео этот метод он быстрее так как вот в той же бумаги которую вы раскатали также вы ее выложили форму вот в прошлом видео когда я делал киш меня однокурсница спросила чем он я засыпал но там кроме риса я ложу монеты так делали в старину в англии я так слышал не знаю это правда ли нет в принципе имеет смысл потому что металл проводит тепло намного намного лучше чем рис там бабы коров и так далее и и поэтому тесто пропекается лучше вот под этим грузом пока запекается форма для киша приготовляем начинку в этом рецепте я написал сыр гриер обычно я использую в этот раз я не нашел я я заменил его на эмменталь который намного дешевле менее жирный получился очень вкусно так что не расстраивайтесь если вы сыр гриер не найдете он кстати очень дорогой бекон обжариваем сухой сковородке до примерно пол золотистого цвета жир который выделился не используем смесь для наполнения киши готовится очень просто легко взбиваете яйца сливки молоко добавляйте мускатный орех посмотрю лучше положить в киш меньше наполнения чем больше потому что потом вы можете это все откорректировать например если увидите что киш у вас наполнился вернее форма наполнилась наполовину потому что все формы разные вы можете просто добавить одно яйцо например 60 грамм сливок и 20 грамм молока то есть пропорция 1 яйцо 80 грамм жидкости и можете так вы размешать прямо уже внутри киша так подкорректировать объем к этому моменту тесто почти готово вынимаете рис с монетами и пять минут возвращаете в духовку чтобы изготовилась вот это дно потом пока это все горячее заливаете содержимое кастард и отправляйте в духовку 175 градусов почему я использую всегда температуру 175 градусов у меня просто так удобно в духовке маркировка идет каждый 50 градусов и вот между каждой 175 там есть маркировка и поэтому не так удобно готовьте до готовки с вентиляции кстати все киш готов получается он отличный нежный хрустящий такая корочка рассыпчатая перед тем как разрежу киш скажу спасибо ольге строгановой и всем вам кто к оставляет комментарии и лайки под моими видео мне очень приятно читать ваши комментарии друзья большое спасибо готовьте и будьте здоровы пока пока